Музыка Здравствуйте! Мы с вами живем во время новых возможностей, во время перемен. И много нового и спорного приходит в нашу жизнь. И таким спорным моментом является сегодня новый закон о повышении тарифов, с одной стороны, и закон о пенсиях, сумма которой остается стабильной. И вот о пенсиях, о реформе, пенсионной реформе мы с вами сейчас и поговорим. И поговорим с финансовым директором консалтинг-центра ИУЛАЙФ Групп Лябина Виктория Юрьевна. Здравствуйте, Виктория Юрьевна! Добрый день! Как всегда, я благодарю за то, что вы меня пригласили в вашу студию. Если говорить о том, как начинается наша передача, то пенсионная реформа и о том, что сегодня уже принято в законодательстве, это об этом задача рассказывать непосредственно работников пенсионного фонда. Если говорить о реформе как таковой в целом, то впервые она зазвучала в 1994 году. Это немножечко истории, когда была прописана впервые концепция пенсийного реформования. И если смотреть на то, что сегодня, какие законы у нас работают конкретно сегодня, то они были приняты в период с 1994 года, 2000 год, 2001, 2004 год. А сегодня просто вносятся изменения или не изменяются в то действующее законодательство, которое есть. Но сама цель или сама суть пенсионной реформы, она для тех, кто сегодня молод, кто сегодня вступает в свою свободную самостоятельную жизнь, для тех, кто может для себя делать то, что он хочет. Потому что те люди, которые уже достигли пенсионного возраста, которые уже находятся в возрасте 60-70 лет, это пользоваться тем, что они для себя сделали когда-то. Второй момент, что да, мы сейчас в очень сложное, в очень нелегкое время живем, когда были одни условия, потом вторые условия, сегодня третьи условия. То есть и этим людям сказать что-то, вот вы должны были тогда что-то делать. На тот момент они делали то, что они могли делать. Так вот сама та реформа, которая прописана в 1994 году, ее основная идея, чтобы человек понимал, что создай себе несколько источников, которыми ты будешь пользоваться, когда тебе будет за 60 или за 70. Потому что если смотреть на тяжелые виды работы, там человек может продуктивно, эффективно работать до 50 лет. Это я говорю о тяжелых условиях труда. Если говорить о условиях труда, там, где человек свободно себя чувствует, у него нет ни химии рядом, у него нет ни тяжелой физической работы, то интеллектуальный человек может работать на протяжении до 70 лет. После 70, да, это уже, ну, мы сами это видим, мы зачастую улыбаемся тем, которые после 70 активно там куда-то двигаются. Хочется сказать, ну, ты поделись с нами опытом, у нас есть сила двигаться, а ты с нами просто поделись опытом. Но если у человека нету средств, он начинает на себя брать функции молодых, двигаться вперед, вместо того, чтобы делиться опытом. Так вот, идея пенсионной реформы использовать для себя сегодня все то, что создано в нашем государстве в виде закона. То есть вы хотите сказать, что если у человека нет средств, то он должен работать до 70 лет и дальше, просто потому что ему не за что жить. Это мы с вами предполагаем. Или ему денег, допустим, всегда не хватает. Ну, есть такое понятие жадности. Есть и такое понятие. Но если мы говорим о том, что сегодня прописано в законе, то в законе прописан пенсионный возраст для женщин 60 лет, пенсионный возраст для мужчин 60 лет. Изменения произошли по закону о государственной службе, там для мужчин подняли возраст 62 года, то есть для служащих. Поэтому на сегодняшний день, если говорить о законе, то это 60 лет. Я причины, мы об этом с вами на 5 лет назад, 4 года назад, когда я имела отношение, работая в пенсионном фонде, мы это обсуждали практически раз в месяц, даже чаще. Я показывала статистику, сегодня это право принадлежит тем, кто работает сегодня в пенсионном фонде. Если говорить, опять-таки вернуться к слову реформа, она для молодых. И я повторюсь, да, мы привыкли, даже приняв по наследству, думать о том, что за нас кто-то что-то должен решать. Мы с вами молодые люди. Мы с вами молодые люди, которые можем что-то делать. Если я принимаю такую позицию, за меня кто-то должен решить, я вот пришла, устроилась на работу, как там что происходит, мне кто-то что-то должен потом когда-то где-то что-то дать. Это одна позиция. Хорошая она или плохая, это каждый выбирает сам. Я не имею права судить. Вторая позиция. Когда я понимаю, что если я делаю вот это, я наемный работник, я работаю, я выполняю свои функциональные обязанности, и при этом я еще понимаю, что не я, а работодатель за меня платит в пенсионный фонд, я буду иметь право на пенсию при тех условиях, которые будут прописаны в законе на тот момент, когда я достигну пенсионного возраста. Что сегодня может сделать человек еще для себя, помимо того, что он будет получать пенсию от государства. Государственная пенсия это то, что прописано в Конституции, то, что прописано законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании. При этом я честно говорю, я не знаю, будет ли этот закон в том виде через 10, 15 или 20 лет. Ну это мы уже поняли. Право в эти законы дано вносить в Верховной Раде. Это масса людей, которых мы туда выбираем, и они за это голосуют. Я знаю, что сегодня человек может использовать дополнительные возможности для создания своей собственной пенсии. Какие инструменты? Мы с вами обсуждали такой инструмент, как банк. Его особенности, особенности работы, его нюансы. То есть, если я храню деньги в банке, что я должна понимать, что за этим может следовать? Вот сегодня очень многие люди попали вкладчики такого банка, как ВИБ. Попали в ситуацию, когда этот банк объявлен банкротом. И не он один. И не он один. Ну я просто у нас в центре здесь был хороший, красивый офис. Это надо знать, что такая финансовая структура может быть обанкрочена. Ну если я понимаю, как она работает у меня, этот момент, я просто спокойно отношусь к этому моменту. Второй момент. Даже если брать по той же пенсионной реформе. Каким образом, из каких источников человек может еще получать себе дополнительные выплаты при достижении того возраста, который он захотел. Будет это 60, будет это 55, будет ли это 50 или 75. Это уже по выбору человека. То есть, если я свободный человек, я выбираю. И я себе, из того, что я зарабатываю, я себе накапливаю дополнительно. В банке, мы это тоже говорили, банк это короткие деньги, это быстрые деньги. Три полгода-год. Вот там должны обращаться вот эти деньги. Если говорить о страховой компании. На сегодняшний день это единственная финансовая структура. Причем там, где этот закон работает и у нас в Украине, он идентичен по своей сути. Это единственная финансовая структура, которой дано право, законом определено, оформление пожизненного обеспечения. Ни одна другая финансовая структура по закону таким правом не обладает. Любой депозитный договор, он на год, если мы о банках. Удивляют меня люди, которые при неурегулированности закона вкладывают свои деньги в кредитные союзы. Ну да, кредитные союзы это очень... Это выбор самого человека. И потом, когда человек говорит, а вот я туда вложила, он такой плохой. Ну вы же понимали, проконсультировались бы хотя бы где-то. Ну, по-моему, такие вот кредитные союзы и созданы для того, такие компании подобного, чтобы к ним приходили люди без особого понимания. Это человек сам определяет. Я же эти деньги заработал, заработал, или получил по наследству, или еще откуда-то. Я ими распоряжусь, и я. Ну, возьми на себя ответственность. И если ты взял на себя ответственность и вложил туда деньги, при этом обвиняя самого себя, тебя же никто не отнимал эти деньги, тебя никто там туда на аркане не тянул. Поэтому я хотела бы остановиться конкретно на страховой компании. Тем не менее, государство должно все равно следить за теми предприятиями, которые называются аферы, и государство должно наказывать аферы. Так они и следят, и наказывают. Только если у человека хотя бы есть на руках договор. А если человек еще и договор куда-то пристроил? Когда есть договор, да, есть обстоятельства. Вот, допустим, на сегодняшний день очень некорректные обстоятельства возникли с той территорией, которая теперь, ну, назвать ее как-то даже юридически, я не могу. Кто они такие? Вот если там кредитный союз имел свой юридический адрес, то, конечно, человеку, который из Харькова, человеку, который из Днепропетровска, к этому кредитному союзу что-то предъявить достаточно сложно. Да и хорошо, если он оттуда взял кредит. Это ему весело сегодня. А тому, кто туда принес депозит, тому грустно. Ну, это закон равновесия. Но ответственность человек должен понимать, что он на себя. Пусть и обижается на себя. Он ответственность взял на себя за то, что он туда относится. Ну, возвращаемся к страховым компаниям. Страховая компания, я буду говорить о тех, которые обеспечивают накопление к возрасту. Потому что страховые компании есть те, которые получают лицензию на один год и страхуют риски. Да, мы говорили уже, что есть такие. Да, мы об этом говорили. Накопительных. Сколько их, в принципе, штук у нас в Украине? Рейтинговая таблица состоит из 20 компаний, которые имеют лицензию, которые зарегистрированы, да, имеют свой код ЕДРПО, имеют свой… Работают официально. Работают официально. Неофициальных у нас нет. Если говорить, ну, немножко шире, мир, их порядка 200. Их больше нету. В сравнении. Если мы говорим о негосударственных пенсионных фондах, их зашкаливают за 400, банки зашкаливают за 400, только у нас в Украине. Поэтому понятно. Сама система работы такова, что очень большая ответственность и очень большой контроль со стороны государства. Вот здесь контролируют четко, причем как по закону, так и по тем правовым документам, которые идут со стороны государства. Там порядок регистрации, порядок выплаты. И четко прописано ежеквартально публичная отчетность, ежеводно государственный аудит. Плюс, если компания входит в десятку, да, вот она, рейтинг идет, 10, всегда считается, входит в первую десятку. Международный аудит. Обязательный. И мы с вами тоже об этом говорили. У нас на рынке Украины всего лишь 5 компаний, которые работают в Украине со 100% иностранным капиталом. И при этом они работают во всем мире. Они не только где-то там зарегистрировались. Здесь открыли дочерние предприятия. Таких дочерних предприятий, как в Украине, у них еще в 20, в 30 странах мира на разных материках. То есть я говорю о таких. Я беру на себя ответственность заявлять о том, что это критерии, это называется маркетинг рынка. Это критерии, которыми конкретно я пользуюсь при выборе своего финансового партнера. То есть я в партнерские отношения с ним вступаю. И накапливаю себе там деньги. Для чего? А для того, чтобы потом сказать, что даже если государство, мой пенсионный возраст по государственному закону отодвинет к 65 или к 70, вероятность достаточно велика, того, что такой пенсионный возраст будет. Потому что если анализировать, где сегодня есть солидарные пенсионные системы, это Европа, это частично страны, которые на материках американских, это Южная и Северная Америка. В Китае нету, государственных пенсий там нету. Если мы говорим о Японии, нету. То есть там люди обеспечивают себе все сами. А мы говорим о Европе. Там была солидарная система, потому что она пришла к нам из Европы. Солидарная система пенсионного обеспечения. Средний возраст 72 года. Через сколько лет мы к этому возрасту придем, я не знаю, никто вам не скажет. Но я сегодня понимаю, что мой возраст, моя жизнь, это моя жизнь. Государство, если выполняются условия, там 30 лет страхового стажа, я достигла того возраста, который определен сегодняшним законом, а не вчерашним или позавчерашним, то у меня государственная пенсия будет. При этом у меня есть своя пенсия, которую я накопила. Я же понимаю, что я работаю, я что-то должна себе оставить. Я оставляю это. Принцип работы страховых компаний мы тоже обсуждали отдельно. Я сегодня очень объемно об этом тоже рассказала. Какие договора человек может заключать, на какой период. Если мне сегодня 30 лет. Я понимаю, что вот такой я человек, я хочу через 15 лет получать уже свою собственную пенсию. Я могу это сделать? Могу. То есть я заключаю с компанией договор на 15 лет. Если мне 20 лет, я понимаю, что лет 30 я буду работать. Смогу физически, по моим собственным соображениям. Я заключаю договор на 30 лет. Есть компании, у которых максимальный период действия договора 50 лет. В среднем идет 30 лет. Среднее, если проанализировать, десятку лучших компаний, то в основном там 30 лет максимальный период действия договора. Минимальный 10. Я могу на 11, на 12, на 18, на 19. То есть это мой собственный выбор. Выбор к тому возрасту, который я хочу. Что я могу делать? То есть какие условия договоров? Чисто накопительные договора, это те, которые сразу прописывают ту гарантированную сумму. Потому что понятия существуют. Компания дает гарантии в соответствии с законом. И плюс весь инвестиционный доход, который начисляется дополнительно, и при этом гарантированно в этом законе выплачивается в полном объеме. Это тоже общеизвестная истина уже сегодня. Есть чисто накопительные. Предусматривает два пункта. Первый. Я накапливаю себе конкретному возрасту. Если с человеком, с клиентом компании в периоде накопления случается такое событие, как смерть, всего лишь два пункта, то эти деньги, накопленные им самим, плюс начисленные в виде инвестиционного дохода, выплачиваются конкретно людям, которые указаны собственноручно человеком в самом заявлении. Здесь отсутствует порядок вступления в право на следство. Если тот человек, который указан в заявлении, жив, он это получит в течение месяца. Это максимальный период. В среднем в таких случаях выплачивается в течение от полутора до двух недель. Что еще может человек себе обеспечить в периоде своего собственного накопления, в периоде обеспечения своей собственной пенсии? Все мы сталкиваемся в периоде своей собственной жизни с тем, хоть глядя на людей, хоть сами, с такими событиями, как травмы, с такими событиями, как болезнь, с такими событиями, опять-таки, уход из жизни. Есть программы, которые обеспечивают страховую защиту телу и жизни человека в периоде накопления. При этом, если говорить о чисто накопительном договоре, то там возврат внесенных платежей, плюс весь начисленный инвестиционный доход. У страховщиков именно по накопительному страхованию существует такое понятие, как страховая сумма, которая сразу указана в договоре. Так вот, если человек берет страховую защиту своей жизни, своему здоровью, то расчет идет от вот той конечной страховой суммы, которая сразу указана в договоре, в виде выплат. Допустим, если есть такой пункт в договоре, что в периоде накопления человек получает инвалидность первой группы, при этом выплата 100% страховой суммы, плюс освобождение от оплаты последующих взносов, и при окончании действия договора человек получает по пункту номер один 100% страховой суммы и весь начисленный инвестиционный доход. Если у него будет инвалидность первой степени. Первая группа. Первая группа. А если вторая? Есть и вторая группа. У разных компаний идет по-разному. Есть компании, которые прописывают тоже 100% страховой суммы, есть, которые пишут 75% страховой суммы, и договор продолжает свое действие при условии оплаты последующих платежей. Или сумма редуцируется, и договор останавливается, то есть страховая сумма уменьшается, а накопление в виде процентов продолжается. Это нужно конкретный договор брать и рассматривать. Для этого сегодня существуют и работают у нас в городе, и, слава богу, такие люди работают, которые не просто обозвали себя финансовым консультантом. Им это право дано гражданско-правовым договором, в соответствии с которым они сотрудничают с консультационными центрами именно по вопросам финансов. Вы меня представляете, я все время финансовый директор. То есть у меня есть какие-то договорные условия с компанией, которая взяла на себя обязательства сотрудничать со мной. При этом у нее есть свои обязательства в виде обучения меня, правильно? Выплаты комиссионных при каких-то условиях, которые четко договором прописаны. И при этом у меня есть свои обязательства. То есть я провожу соответствующую работу. И у меня есть обязательства. Я говорю только так, как написано сегодня в договоре. И сопровождаю своих клиентов. Вот как написано. Давайте вернемся к пенсионной реформе и к молодежи. Итак, до этого у нас была одна форма получения пенсии. Быть солидарная, да? Сегодня, вы говорите, с 1994 года у нас проталкивается, как бы сказать, новое видение нашего пенсионного будущего. Итак, что же нам все-таки предлагается? Нам в первую очередь предлагается обеспечить себе свою собственную пенсию, используя такие финансовые структуры, как, я говорю о тех, там где существует урегулированное действующее законодательство, как страховые компании обеспечения жизни, как негосударственные пенсионные фонды. Такие финансовые структуры тоже есть. У нас есть отдельная консультационная передача по этому вопросу. По всем остальным я на сегодняшний день туда свои деньги не понесу и людям буду говорить, почему. То есть урегулированность законодательства отсутствует. Закон есть, но он достаточно такой, знаете, как большое сито, с которого все может вытекать. Ну, потому что у нас уже передача приходит к концу. Я все-таки хочу сказать еще раз все-таки, чтобы вы обобщили. Итак, наша молодежь должна сегодня что помнить и что понимать? Что все то, что они закладывают сегодня в виде финансов, они это будут получать в будущем. То есть сегодня человек должен научиться знать, знать, откуда получать эти знания и свои собственные деньги прекратить проедать сегодня же. То есть молодые люди должны понимать, что сегодня из того, что они уже научились зарабатывать, нужно научиться себе обеспечивать свое собственное финансовое будущее. При этом это не значит, что они должны все приносить только в страховую компанию. Пожалуйста. Депозиты это очень хорошие финансовые продукты, но надо понимать, как они работают, чтобы потом говорить, у меня депозит один и в одном банке, и я туда все и все на один момент. Второе. Депозиты должны быть, вклады в золоте должны быть. Должны быть. И это всем говорю. Ну, знаете, как работает на рынке золота? Как колеблется стоимость золота? И страховая компания. Страховая компания – это самый надежный и из всех пассивных накоплений это самый надежный. В общем, в заключении хочется сказать следующее. Что если вы вовремя позаботились о своем финансовом будущем, то никакие подъемы тарифов по большому счету вас особо не пугают. Потому что деньги у вас будет жалко отдавать лишнее, но тем не менее деньги будут. Спасибо. А я напоминаю, что у нас в студии была Виктория Лябина, финансовый директор консультационного консалтинг-центра «Эллайв Групп». Желаю всем финансовой независимости. До свидания. С рождения я Боби Файбальчиком был. Молодец. Имел в доме хобби, будь деньги любил. Хороший мальчик. Любил и гадил. Деньги, деньги, древние деньги, позабыв, покой делись. Делай деньги. Делай деньги. А остальное все трепетий день. А остальное все трепетий день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова